Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский 11 мая Вчера долго провозились на станции Танхой Маленькой, неотделанной деревянной станции Со столовой, битком набитой публикой И как безошибочно можно определить, кто куда едет Лица возбужденные, веселые, беспечные Это едущие в Маньчжурию Лица грустные, часто с чем-то безнадежным выражением Это почему-либо возвращающиеся Как будто говорят о неуезжающем Подождите Возбуждение и радость сойдут из ваших лиц Будете и вы, как мы, такими же неудовлетворенными Точно знают они какую-то страшную для нас тайну Но не хотят пока огорчать Эх, боже мой, не все ли равно, говорит Сергей Иванович Ведь мы-то назад не возвратимся Предназначенные для нас вагоны начальником станции Любезно уступлены каким-то другим лицам Мы волнуемся, а Сергей Иванович утешает Утешает тем, что вагоны отданы, по крайней мере, таким же, как и мы Людям Мы сразу добреем Милый молодой инженер, как говорится, разрывается на части Идет пешком на главную станцию и в конце концов к нашим услугам два вагона Даже стыдно с такими удобствами ехать, дорогой профессор, говорит Сергей Иванович Но не падайте духом Нас поставили впереди поезда А вось, Бог милостив И мы сломаем себе шею, сразу избавив общество от довольно дорогих Ну, как это, поделикатнее, мой дорогой профессор Устроились хорошо Но общего вагона каталажки нет Чтобы увидеть кого-нибудь, надо искать в двух вагонах Сидят себе там, спят или читают А то набьются в одно купе и разговаривают На станциях еды мало И завтракали мы своей провизией в вагоне Вернее, в двух вагонах И незаметно общество разделяется Каждый вагон начинает жить своей жизнью, своими интересами В том вагоне, где Сергей Иванович весело и уютно Иногда он приходит ко мне Смотрит некоторое время И с обычным юмором начинает что-нибудь сообщать Проницательный субъект Этот Адам Лыка Этот, знаете, с красным околышком Ну, которому вор предложил бежать Спрашиваю его Вы что ж, оружие какое-нибудь с собой везете? Да, везу Револьвером раздобылись? Да так, сезонный Почему сезонный? Летом только стреляет Летом? А зимой? Да, говорит, видите, он не сильный Не пробивает шубу С широким красным лицом С красным околышем В штатском рыжем пальто Большой Адам Лыка ходит так Как будто извиняется и за свой рост И за шапку И за пальто свое С ним всегда случается что-нибудь особенное Когда познакомился поближе Сергей Иванович стал расспрашивать его Разговаривать с ним Сперва, кроме да, нет, ничего Голубчик, скажите Отчего от вас так отчаянно пахнет скипидаром? Да это... Неохотно начинает Лыка Рассказывать удивительную историю Ехал он до Иркутска В купе сам четверть Он, два доктора и еще один господин Стал этот господин Не домогать А доктора стали его лечить На пятый день господин покрылся струбьями Метался в жару И даже Лыке стало ясно Что это оспа Больного сдали в госпиталь А купе и Лыка Дезинфицировали скипидаром За неимением другого Дезинфекционного средства Ну, знаете, голубчик мой Вам везет как Лорану 13-му В Москотте Помните? Захотел человек выпить Стакан молока И единственный таракан Его государства Оказался в этом стакане Черт возьми, однако Не продезинфицировать ли вас еще раз А то как бы и вы, и мы А впрочем Не все ли равно От чего умирать Так и быть Олицетворяйте судьбу Не везет действительно Лыке удивительно Занялся он подрядом И дело пошло довольно хорошо Но в конце концов Компаньон его Со всеми деньгами сбежал Хотел он взять Давно разрешенную ему Суду из банка За имение Но ввиду войны Отказали Надеялся наконец Получить каких-то Семь тысяч Из Министерства финансов И опять Ввиду все той же войны Предложили ему Получение Рассрочить на три года И выходит Что до окончания войны Хоть спать ложись Так уж лучше посмотреть По крайней мере Что это там за война Сергей Иванович Как будто перевел Нам Лыку На понятный нам язык И теперь мы все Смотрим на него С интересом А Лыка По-прежнему Прячется А где уж нельзя Недовольно Оглядывается Словно Ищет Куда бы укрыться И жалеет Что не может Самого себя Засунуть Так же в карманы Своего пальто Как прячет туда Свои большие руки В окнах Все та же Однообразная картина Холмистая даль Покрытая лесом Изредка Мелькнет полянка Но пустынная Без жилья Здесь В Забайкалье Еще лучше Чем в Сибири Нет Даже этих Изуродованных Обгорелых лесов Никаких следов Человека Где-где Мелькнет Широкое Монгольское Лицо Бурята С косой Стоит И бесконечно Уныло Смотрит На наш Проносящийся Мимо него Поезд Наш брат Говорит Сергей Иванович Вы способны Вы Чувствуете В себе Силы На чувства Брата К этому брату Нет Так По совести Конечно Уже Думаете А впрочем Нет Конечно Ничего Не думаете То есть Нет Уж Позвольте Мне Лучше Замолчать Читается По изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание Сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...